здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале я получила эстафету от ольги челябичаби спасибо оле еще раз я ответила на вопросы по условиям эстафеты теперь нужно передать ее эстафетную палочку так сказать двум другим блогерам которые в течение двух дней отвечают на вопросы и передают эстафету дальше девочки елена чистякова и танюшка хохотушка эстафета я передаю вам принимайте девочки говорят что нужно два разных видео для каждого но я смотрю девочки все-таки некоторые снимают одно видео я тоже сниму одно видео здесь катастрофической нехваткой времени я вам задам одинаковые вопросы мне очень интересно как вы на них ответить и чтобы потому что люди разные и ответы разные мне будет очень интересно потом сравнить таня лена вопрос первый не шпарганчик я буду тогда подсматривать и так девчата представляем у вас выходной все ваши домочадцы разъехались кто куда абсолютно все в школу на учебу там я не знаю на курсы на рыбалку вы одна вы осознаете что очень много домашних дел надо постирать надо погладить надо приготовить надо убраться но вы понимаете что весь день вы можете просто прорукодельничать вот что у вас возьмет вверх домашние дела или рукоделие ответ что мы будем чередовать одно с другим или сначала мы сделаем одно потом другое не принимается вот именно выходной вы одни что вы будете делать чему отдадите предпочтение домашним делам или рукоделию сказав а успею все в понедельник как-нибудь там быстренько полночи задеть но свой балдежный выходной я посвящу рукоделию посвятю посвящу это был первый вопрос я вот сейчас заговариваюсь полночь то потом думаю а вдруг вы будете как тамара воробьёва там арчика привет мои вопросы включать вот там бельберда то будет вы уж не включайте как-нибудь перформулируйте и сами ты его озвучьте пожалуйста еще на дворе ночи я не сплю вопрос 2 вы умеете создавать схемы вы творите такие схемы что они находятся вот знаете прямо на пике популярности у вышивальщиц скажите пожалуйста каким сюжетом будут посвящены ваши авторские схемы вопрос 3 вы давно ищите какой-то набор его нет там его нет там даже что сейчас производства где-то нашли но дорого настолько что никак не по семейному бюджету и вдруг вы заходите в магазин и случайно видите этот набор но если не побросов это вполне по той цене которые приемлемы которые по вашему кошельку вы уже хотите расплачиваться друг осознаете понимаете что женщина которая находится рядом то же самое хочет сделать она тоже увидела набор своей мечты и тот же самый это же хочет вот-вот расплатиться набор один вас двое как вы поступите мне очень интересно как вы поступите не старайтесь быть лучше или хуже чего на самом деле вот как она на самом деле бы было уступите да пожалуйста пожалуйста я куплю следующий раз или руки в блоке это набор мой я сказал он будет только мое вот просто скажите мне как вы поступите если долгожданный набор который вы мечтали о котором мечтали вы увидели и он понравится в данный момент то что понравилось понравился давно а вот купить его хочет кто-то еще кроме вас набор один вас двое ваше действие вы очень хотите этот набор очень хотите вопрос третий вы преподаватель домоводства дали вам класс 5 6 то есть девочки подростки и вы идете на первый свой урок вы заходите в класс в аудиторию видите пытливые глаза обучающихся учениц скажите пожалуйста вот прям не через бы я бы зашла бы сказала бы а прям вот толкните нам прямом эфире вот в ролике речь вот речь обращение к этим девочкам наверное домоводство это разделяет мальчиков отдельно девочек отдельно ну к детям скажем вот вы заходите приветствуйте говорить как вас зовут прям все это в речь включаете и вот кусочек вас и при речь приветствия ваша речь приветствия что вы скажете детям на своем первом самым первом уроке домоводства он конечно будет посвящен рукоделию вы там будете учить их и шить и вышивать и вязать и готовить и сервировать стол и быть хозяюшками во всех смыслах этого слова слова поэтому вот ваша речь обращение на первом первом уроке вам важно вам нужно заинтересовать чтобы девчонки бежали к вам на урок что пришли домой сказать о какая у нас учительница в прям речь обращение покажите нам в кадре ли вы будете за кадром ли будете мне очень хотелось бы услышать вот эту коротенькую длинненькую речь обращение и пятый вопрос он же последний девчатки танюшка линучка добрый волшебник оплатил вам путешествие в любую точку земного шара скажите пожалуйста билет какой город какую страну вы купите и связано ли будет это вот именно выбор именно это этой страны этого города с рукоделием или абсолютно не связан с рукоделием выбор маршрут маршрут вашего путешествия если связан с рукоделием расскажите я хочу в италию за итальянской пряжи я сейчас в качестве бреда если не связан с рукоделием то расскажите с чем связан если конечно это не переходит грани личного вот такие были мои пять вопросов девочки я с нетерпением жду ответов мне очень хочется чтобы эстафету испытал каждый посмотрите потом кто не участвовал вас хотя не могу кому угодно передавайте но это как-то мое что ли мнение да нужно чтобы как-то каждый ее попробовал посмотрел примерил на себя и передал другому спасибо за внимание я очень-очень жду ваших ответов я надеюсь вы увидите потому что я не знаю как вас оповещать я надеюсь вы увидите это видео вот хотя бы завтра вот и как-то под этим видео откомментируйте что вы увидели и что вы принимаете эту эстафету спасибо девочке огромное спасибо всем за внимание пока пока